Роман Пушкина Евгений Онегин Роман Пушкина Евгений Онегин традиционно называют романом о любви. О какой же любви здесь идет речь? Кто здесь любит? Онегин Татьяну или Татьяна Онегина? Об этом и пойдет речь в сегодняшней программе «Фактор времени». С вами Александр Ушанков. Здравствуйте. Если в романе нет описания любви, то это скучный роман. Его и читать никто не будет. Вот и Пушкин уже во второй главе подводит читателя к знакомству Онегина с Татьяной. Но насколько Онегину, 26-летнему молодому человеку, лавеласу, у которого было много различных любовных похождений в Петербурге, интересна деревенская девочка? Конечно же, совершенно неинтересна. Другое дело Татьяна. Она впервые видит такого молодого человека, светского льва, приехавшего к ним в деревню. После посвящения Лариных Онегиным и Ленским, естественно, соседи стали судачить о будущем браке Татьяны и Онегина. «Татьяна слушала с досадой такие сплетни, но тайком, с незъяснимою отрадой, невольно думала о том». Все начинается с греховного помысла. Значит, вот и здесь у Татьяны Лариной тоже невольная дума зарождается. И в сердце дума заронилась. «Пора пришла, она влюбилась». Пушкин обращает внимание, «Пора пришла, она влюбилась». Но любовь ли это? Вот в чем вопрос. Давно ее воображение, сгорая негой и тоской, алкала пища роковой. Давно сердечное томление теснило ей младую грудь. Душа ждала кого-нибудь и дождалась. Душа ждала кого-нибудь и дождалась. Иными словами, если бы здесь появился не Евгений Онегин, а какой-то другой молодой человек, Татьяна бы влюбилась? Несомненно. Когда впервые влюбляются девушки? В каком возрасте? Это приблизительно 12-13 лет. Не об этом ли в возрасте свидетельствует и Пушкин? Пока мы не знаем. Пушкин вообще мастер тонкой интриги. Чтобы было интересно читать его произведения. И так открылись очи. Она сказала, это он. Увы, ты перед ней ночи, и жаркий, одинокий солнце полно ими. Татьяна уже не может ни о ком и ни о чем больше думать. Потому что возникает образ, навеянный художественной литературой. И этот образ воплощается в Евгении Онегине. Потому что это ее избранник, и это герой ее романов. Ее душа полна им. Вздыхает и себе присвоя чужой восторг, чужую грусть, Забвение шепчет наизусть письмо для милого героя. То есть, вот последующее поведение Татьяны – это переживание первого чувства. Влюбленности, страсти или любви. Пушкин сопереживает своей любимой героине Татьяне. Татьяна, милая Татьяна, с тобой теперь я слезы лью. Ты в руки модного тирана уже отдала судьбу свою. Погибнешь, милая, но прежде ты в ослепительной надежде Блаженство темное зовешь. Ты негу жизни узнаешь, ты пьешь волшебный яд желаний. Тебе преследуют мечты, везде воображаешь ты Приюты счастливых свиданий. Везде, везде перед тобой твой искуситель роковой. Разве от любви погибают? Почему предупреждает Пушкин свою героиню, что она может погибнуть? И почему он говорит о роковом искусителе? Значит, можно предположить, что это не любовь, что это страсть, которая вдруг появляется у этой деревенской барышни. Ключом к пониманию чувств Татьяны может служить ее разговор с няней. Ее признание няни, единственному близкому ей человеку, о том, что она влюблена. Она спрашивает у нянюшки, когда та вышла замуж, и была ли она влюблена. И здесь я бы хотел обратить внимание на возраст няни, когда она вышла замуж. Да как же ты венчалась, няня! Так, видно, Бог велел. Мой Ваня моложе, был в меня мой свет, А было мне 13 лет. Вот названа цифра. 13 лет. Ну, вы скажете, что это возраст, к которому выходили замуж деревенские барышни. Татьяны имеются в виду крепостные. С другой стороны, давайте вспомним, во сколько лет вышла замуж мать Гоголя. Ей было 14 лет. Так что это не только крепостные выходили в этом возрасте замуж. Так сколько же лет Татьяне? Вот, можно сказать, определенная интрига. Важнейшим свидетельством чувств Татьяны стало ее письмо Евгению Онегину. Должен заметить, что Татьяна воспитывалась на французском сентиментальном романе, в котором любовная переписка составляет основное ядро. Так что письмо Татьяны, написанное тем паче на французском языке, как замечает Пушкин, и ему составило большого труда перевести на русский язык, это и есть, в общем-то, подражание героиням французского романа. Письмо Татьяны Ларина Евгению Онегину стало очень популярным в 1824 году, то есть еще до публикации этой главы. И оно стало расходиться в рукописном варианте. Попало оно к Петру Андреевичу Вяземскому. Петр Андреевич в своем письме Пушкину заметит. «Твое любовное письмо Тане, я к вам пишу чего же более, прелесть и мастерство». В ответном письме Пушкин, отвечая на некоторые вопросы Вяземского, заметит. «Таня полагает причинному тому, что в глуши, в деревне все ему скучно, и что блеск один может привлечь его, если, впрочем, смысл и не совсем точен, то тем более истины в письме. Письмо женщины, к тому же 17-летней, к тому же влюбленной. Что ж, душа моя, твоя проза о Байроне и так далее, и так далее, речь пойдет уже о другом». Итак, Пушкин в письме к Вяземскому указывает, что Татьяне 17 лет. Но в тексте Евгения Онегина мы видим другой возраст – 13 лет. Возникает закономерный вопрос – когда же прав Пушкин? Давайте обратимся к письму Татьяны Евгения Онегина. «Я к вам пишу, чего же боли, что я могу еще сказать? Теперь я знаю, в вашей воле меня презрением наказать». С чем мы сталкиваемся? Мы сталкиваемся действительно с искренним чувством девочки, провинциальной, к молодому человеку, в котором выражается безграничное доверие этому человеку, поскольку она его любит. Это акт веры и признания в своем первом искреннем чувстве. «Сначала я молчать хотела. Поверьте, моего б стыда вы бы не узнали никогда. Когда б недежду я имела, хоть редко, хоть в неделю раз в деревне нашей видеть вас». Для влюбленного человека достаточно хотя бы раз видеть предмет своей любви, потому что любовь жертвенна, любовь – это себя забвение, любовь не ищет своего. Вот так и Татьяна. Ей достаточно только хотя бы разучек взглянуть на Евгения Онегина. Но Онегин не любим, он более не посещает Лариных. И вот в дальнейшем в письме Татьяна в какой-то степени набрасывает модель возможной своей будущей супружеской жизни. И это очень важно для понимания в последующем поступка Татьяны Лариной. «Зачем вы посетили нас? Глуши забытого селения, я никогда б не знала вас, не знала б горького мучения. В душе неопытное волнение, смирив со временем, как знать, по сердцу я нашла бы друга, была бы верная супруга и добродетельная мать». Для влюбленной девушки, воспитанной в традициях русской православной семьи, идеал такой семьи – это добродетельная супруга и добродетельная мать. И Татьяна, в общем-то, думает именно об этом идеале семейной жизни, как, собственно, прожили ее родители, как многие другие. Но ее супружеская жизнь мыслится ей еще как основанной на любви. Это очень важно. «Другой нет никому на свете, не отдала бы сердце я, то в Вышнем суждено совете, то воля неба, я твоя». Вот это вот признание, искреннее признание молоденькой девочки, что он послан Богом для Татьяны. Значит, она верит в провиденциализм, что не от человека все зависит, а есть божественная воля, как она проявляется. Что это? Это действительно осознание предопределения, или это все-таки восприятие того, как описана любовь во французских романах? «Кто ты, мой ангел или хранитель, или коварный искуситель, мои сомнения разреши?» Искренность послания предполагает искренность ответа Евгения Онегина. Тем более, что Татьяна в самой концовке письма обращается к нему. «Кончаю, страшно перечесть, стыдом и страхом замираю, но мне по рукой Ваша честь, и смело ей себя веряю». Мы видим здесь доверие, основанное на безграничной любви. Как должен откликнуться Онегин на это послание? Получив послание Тани, Онегин живо тронут был. Язык девических мечтаний в нем думы роем возмутил. Интересно проанализировать мысли Онегина после того, как он получил письмо Татьяны. И здесь еще и важно замечание лирического героя. Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей, и тем скорее ее погубим средь обольстительных сетей. Итак, о чем же думает Евгений Онегин? «Разврат бывало хладнокровный, наукой славился любовный, сама себе везде трубя, и наслаждаясь нелюбя, но эта важная забава достойна старых обезьян». А что же Евгений Онегин? Он предавается определенным грезам и размышляет о этой деревенской барышне. Нужно ли было ему уничтожать предрассуждения, которых не было и нет, у девочки в 13 лет? Вот, кажется, самое главное свидетельство. Сам Евгений Онегин называет возраст Татьяны. Девочке 13 лет. Но как же быть тогда с утверждением Пушкина, что написано письмо женщиной 17-летней? Чем можно объяснить такие существенные разногласия? Вполне возможно, самой спецификой творческой работы. Пушкин публиковал главы сразу после их написания. А затем, уже когда готовил Евгения Онегина к публикации целиком, конечно, он вносил редакторские изменения. И вот, может быть, тогда Пушкин и останавливается на юном возрасте Татьяна. Зачем это ему понадобилось? А затем, чтобы потом показать ее в более зрелом возрасте, о тех переменах указать, которые происходят с Татьяной, когда Онегин с ней встречается уже в высшем свете. Онегин был тронут искренностью и доверием Татьяны. И Он ответил ей благородством. Умейте властвовать собой. Не каждый вас, как Я, поймет. Смотрите, на первом месте Я. Он эгоцентрист. Он гедонист. Естественно, Он больше любит себя. Он не способен ни на какую жертву, во всяком случае, в нынешнем его состоянии. Но Он готов совершить благородный поступок. Он готов нравоучения прочитать Татьяне. Он даже упивается своим благородством, поскольку преподнес молодой деревенской барышне такой нравственный урок. Мне нет надобности подробно останавливаться на всех перипетиях романа Евгения Янекен. Потому что, надеюсь, все его хорошо знают. Но помните предупреждение Пушкина. «Погибнешь, милая Татьяна». Предупредив, Пушкин все-таки не доводит до гибели Татьяны. Почему? Потому что погибает другой герой, другая жертва. Жертва, которая спасает Татьяну. Я имею в виду гибель Владимира Ленского. Совершенно пустяшная ссора, когда Онегин ухаживает на балу, посвященном именинам Татьяны за Ольгой. Ленский не может вынести такое вероломство ветреной Ольги и решает погубить искусителя Евгения Онегина. До этого друзья, они вдруг в одночасти становятся врагами. Но давайте вспомним, друзья ли были они на самом деле. Да, они встречались ежедневно. Да, они пили красное вино. Да, они вели беседы у камина. Им было, может быть, даже приятно вместе. Но ведь Пушкин заметил в свое время от ничего делать друзья. Онегин прекрасно понимает, что он виноват в том развитии событий и в том повороте событий, как они сейчас разворачиваются. Да, ему бы остановиться. Но молва, сплетни, досужие разговоры, вот чего он теперь боится. Вообще это удивительно. Онегин, который, казалось бы, стоит выше всех, который стоит над миром, который даже презирает этот мир и это общество, тем не менее, вдруг оказывается зависим от общественного мнения. Кого? Деревенских помещиков. Значит, он не готов приступить общественное мнение и поступить по своей совести. Не готов. Почему? А потому, что он так воспитан. Гибель Ленского повлияла и на дальнейшую судьбу самого Онегина. Он уже не мог оставаться в деревне и вынужден был отправиться в путешествие. Судьба Татьяны Лариной также зависела от этого отъезда Евгения Онегина. Как-то уже летом, спустя полгода, после трагедии, она забрела в усадьбу Евгения Онегина. Посетив уединенную келью, смотрите, как Пушкин называет кабинет Евгения Онегина, она увидела, что эта келья не для уединенной молитвы, что эта келья даже не для размышлений. Татьяна обратила внимание на те книги, которые читал Онегин. И у нее сразу же возник вопрос, кто он, Евгений Онегин? И начинает понемногу моя Татьяна понимать, теперь яснее, слава Богу, того, по ком она вздыхать, осуждена судьбою властной, чудак печальный и опасный, создание ада иль небес, сей ангел, сей надменный бес. Что ж он? Уже ли подражанье ничтожный призрак, или еще москвич в гараждовом плаще чужих причуд истолкования, словомодных полный лексикон? Уж не породия ли он? Замечательный вопрос. Не породия ли Евгений Онегин на литературных героев европейских? Или вообще, не породия ли он на европейского человека? Но неужто сердце Татьяны ей не подсказало в свое время, кто он? Может быть, вот теперь она разобралась в нем? Нет, кажется, она не могла полюбить плохого человека. Другое дело, что, может быть, Евгений Онегин проживает не свою жизнь, а чужую, ту, которая ему навязана обществом. Она-то в нем видит оригинал, а не копию. Да, она будет жить и дальше со своим чувством. Но жизнь устраивается матери по другому сценарию. Ее везут на ярмарку невест в Москву, и она вскоре выходит замуж. После двух лет путешествия и Онегин оказывается в Москве. Значит, вот сейчас, если отталкиваться от возраста Татьяны в 13 лет, о котором говорил Евгений Онегин, то ей сейчас будет уже как раз 17, может быть, даже 18. Уже ли, думает Евгений, уже ли она, ну точно, нет, как из луши степных селений, и не отвязчивый варнет, он обрещает поминутно, на тучи, видно, помнил смутно ему забытые черты. Скажи мне, князь, не знаешь ты, кто там в малином берете с послом испанским говорит, князь, князь, князья Онегина глядит, ага, давно же ты не был в свете, постой, тебе представлю я, да кто жена, моя жена, так ты женат, не знал я ранее, да в ноль, да около двух лет, на ком, на Лариной, Татьяне, ты ей знаком, я им сосед, о, так пойдем же. И вот происходит новая встреча Онегина и Татьяна, я подчеркиваю, Онегина с Татьяной, а не Татьяна с Онегиной, она уже не ищет встречи с ним, а он теперь будет искать. Теперь ему 28-29 лет, он снова вращается в свете. Вернулся ли он к прежним своим привязанностям, поведению, обычаям, которые были у него до деревни? Трудно, кажется, ответить на этот вопрос, хотя, впрочем, если мы посмотрим за развитием действий, то мы увидим, что Онегин, по сути дела, будет вести себя так, как он и вел прежде, когда жил в Петербурге. Прежде всего, он, конечно, потрясен переменами в Татьяне. Уже ли та самая Татьяна, которой он наедине в начале нашего романа в глухой далекой стороне, в благом пылу нравоучения, читал когда-то наставления, та, от которой он хранит письмо, где сердце говорит, где все наружу, все на воле, та девочка, и это сон, та девочка, которой он пренебрегал в смиренной доле, уже ли с ним сейчас она так равнодушна, так смела? И еще раз о возрасте. Но мой Онегин вечер, целый Татьяна занят, был одной, ни этой девочкой, ни смелой, влюбленной, бедной и простой, но равнодушной у княгиней. И вот теперь он пишет письмо Татьяне. Можно сказать, запоздалый ответ. Предвижу, все вас оскорбит, печальные, тайные, пообъяснения, какое горькое презрение ваш гордый взгляд изобразит. Скажите, это письмо к любимому человеку, да он ведь изначально ей не доверяет. Он предполагает, что письмо его может оскорбить. Он предполагает, что горькое презрение ее гордый взгляд может изобразить. Значит, опять же таки недоверие. Значит, он не рассчитывает на взаимное понимание. А почему? Да потому, что он сам еще не разобрался в том чувстве, которое питала к нему Татьяна. Случайно вас когда-то встретил, вас искру нежности заметил, я ей померить не посмел. То есть, он не видел любви, не видел чувства Татьяны к себе самому. Только искру нежности заметил. Но искра нежности это не любовь. Привычки милой не дал ходу, свою постылую свободу я потерять не захотел. Я думал вольность и покой замена счастью. Боже мой, как я ошибся, как наказан. Нет поминутно видеть вас повсюду следовать за вами, улыбку, уст, движение глаз, разловить влюбленными глазами, внимать вам долго, понимать душой все ваше совершенство, перед вами в муках замирать, пледнеть и гаснуть. Вот блаженство. Помните, Татьяна в своем письме говорила, хотя бы раз в неделю видеть его. Это было бы достаточно для подпитки ее чувства. У Онегина же проявляется страсть. Он безумен в своем желании. Ему хочется за ней следовать везде, повсекчастно, повседневно, везде преследовать ее и получать от этого блаженство. Боюсь в мольбе моей смиренной увидеть ваш суровый взор, затеи хитрости презренной и слышну гневный ваш укор, когда вы знали, как ужасно томиться жаждой любви, платье разумом сейчас насмирять волнение в крови. А здесь тоже замечательная оговорка, когда вы знали, как ужасно томиться жаждой любви. А разве она не знает? Разве она не любит? Да она до сих пор его любит. Но эгоцентрист, эгоист не видит других чувств. Он полон своими чувствами, он видит только себя, потому что в любви он видит себя. Да, собственно, это не любовь, это страсть, потому что любовь себя замовление, а в страсти любишь больше себя, чем другого. Замечательная концовка письма. Но так и быть, я сам себе противиться не в силях боли. Все решено. Я в вашей воле и предаюсь моей судьбе. Опять мы видим эгоизм, эгоцентризм. Дважды слово я, плюс еще вдобавок мое. Конечно же, гедонист, тот, который берет от жизни все, он прежде всего лелеет собственные чувства. Появляется лишь что-то в поведении Евгения Онегина, когда он якобы влюблен новое. Нет, ничего. Помните сон, промыслительный сон Татьяны с медведем? Помните эпизод, когда Татьяна с опаской приоткрывает дверь и увидела за столом Евгения Онегина среди различных чудовищ. И когда порыв ветра распахнул дверь, и все чудовища увидели Татьяну, и все закричали «Мое, мое, мое», вскричал Евгений Грозно. Вот это «мое» и есть ключевое слово всего романа. Почему? Потому что он потребитель, он гедонист, все, что попадает в поле его зрения, должно быть его, если представляет для него какой-нибудь интерес. Разве не об этом же свидетельствует и письмо Онегина к Татьяне. Вот теперь, увидев ее, он произносит по сути дела то же самое «Мое». Теперь он будет добиваться ее. Его даже не смущает замужество Татьяны. Он ждет ответа. Ответа нет. Он едет к Татьяне, находит ее в домашнем уборе, и состоялся важнейший разговор для них обоих. Татьяна, как и прежде, откровенно в своих чувствах и в своих словах. «Онегин, я тогда моложе, я лучше, кажется, была. Я любила вас. И что же, что в сердце вашем я нашла какой ответ одну суровость? Не правда ли, вам была не новость смиренной девочки любовь? И ныне, Боже, стынет кровь, как только вспомню взгляд холодный и эту проповедь. Но вас я не виню. В тот страшный час вы поступили благородно». Она отдает ему должное. Она действительно ему признательна за тот его благородный поступок и за его отношение и к младенческим мечтам. Тогда имели вы хоть жалость, хоть уважение к летам и к ее возрасту молодому. Но теперь очень важно она спрашивает, а нынче что к моим ногам вас привело? Какая малость? Как с вашим сердцем и умом быть чувством мелкого рабом? Иными словами, она свидетельствует, что в данном случае «Онегин испытывает не любовь к ней, а всего лишь страсть. А вот она по-прежнему его любит. Я вас люблю, чему лукавить, но я другому отдана, и буду век ему верна». Вот ответ собственно русской девушки европейцу Онегину. Если у него стремления эгоистичны и гедонистичны, то ее ответ это ответ всей русской православной культуры. Семья это малая церковь, это единое целое. Она уже теперь другому отдана. Не матерью, а божественным промыслом. И они венчаны. И теперь она составляет единое целое со своим супругом. Это ответ Пушкина уже женатого Пушкина той культуре европейской, которая насаждалась в то время в России. Не случайно, что именно в этот момент, в самую, наверное, тяжелую минуту для Татьяны появляется ее муж. Конечно, опора, защитник. Стоит Евгений, как будто громом поражен. В какую бурю ощущений теперь он сердцем погружен. Пушкин оставляет своего героя теперь не на время, а навсегда. Почему? А дело все в том, что Евгений Онегин уже не изменится. Он, русский по рождению, становится в России иностранцем. Он не служит России. Он вообще никому не служит. Если взглянуть на русскую литературу 19 века в целом, то мы увидим, что в ней на первое место выходит тема преображения личности. Может ли измениться Евгений Онегин? Скорее всего, что нет. Но устраивает ли Пушкина такой герой? Тоже думаю, что нет. И не случайно, будучи, в общем-то, недоволен своим героем, Пушкин напишет еще одно свое сочинение, теперь уже в прозе, капитанскую дочку, в которой попытается вступить в полемику с самим собой. Но эта тема уже другой передачи «Фактор времени». С вами был Александр Ушанков. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин